друзья всем огромный привет огромный всем привет друзья наконец-то настал тот самый черный день календаря когда мы приехали на дачу готовить огород к зиме дел очень много дел на целые выходные но мы вам показывать это не будем потому что это очень скучная и грязная работа но тем не менее без видео мы вас в этот раз все равно не оставим мы возьмем несколько маленьких видосов про тепличку и сделаем одно большое видео о том как установить каркасную теплицу своими руками тем более что в этом году в ней был очень неплохой урожай огурцов все а в конце видео мы вам расскажем про наши косяки и само собой посчитаем во сколько обошлась нам эта тепличка и сравним с тем что продается в магазине да давайте приятного просмотра планы у нас друзья наполеоновский нам нужно за два дня сделать вот такую вот небольшую теплицу размер теплицы у нас два на четыре метра высота в коньке 2 10 а высота коротких стенок метр семьдесят как раз чтобы можно было подвязывать те же самые огурцы фундамент у нас будет столбчатый каркас теплицы сделаем из брусочков 50 на 50 и обошьем ее поликарбонатом 6 миллиметров потому что четверку дачники уже все разобрали начнем с фундамента фундамент у нас столбчатый и делать мы его будем по той же технологии по которой мы делали столбы под навес в прошлом году нам потребуется профильная труба 60 на 60 и сантехническая труба диаметром 110 суть очень простая бурится лунка в нее вставляется профильная труба а сверху одевается сантехническая труба вот эту область мы зацементируем а вот эту область мы засыпем песком эта технология называется столбы на века ребята не мы придумали но тем не менее навес по крайней мере стоит так что почему бы и не повторить все то же самое и Субтитры делал DimaTorzok Мы вам совсем забыли сказать. Первое. Трубу нужно обязательно покрасить. Краска нужна для того, чтобы продлить трубе жизнь и не дать ей заржаветь. И второе. Трубу засыпаем цементом, для того, чтобы в ней не оставался воздух. Опять же, этим продлеваем ей жизнь. Субтитры делал DimaTorzok А теперь о головке для свай. Мы не нашли ничего более подходящего, чем лист металла, который должен был быть крышкой для мангала. Мы с Антоном в прошлом году делали мобильный мангал и хотели пойти дальше, сделав из него смокер. Но, видимо, не в этот раз. Лист металла толщиной 3 мм отлично выдержит каркас теплицы. Это ведь не двухэтажный каркасник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первые могут сказать, Антоха, это полная фигня. Ты вкопал столбы ниже промерзания грунта, вернее, выше промерзания грунта. А это значит то, что по весне они всплывут. Вторые могут сказать то, что, господи, ребята, зачем вы так заморачиваетесь с этим фундаментом? Это всего лишь теплица. Так вот, ребята, отвечаю первым. Это всего лишь теплица. Отвечаем вторым. Мы не заморачиваемся. Да, заморачиваемся, но это не так сложно, как кажется. А делаем мы это себе. И хотим, конечно, чтобы у нас все получилось и простояла тепличка не один год. И, может быть, даже не три. Давайте, друзья, наверное, начнем с обвязки. Обвязка у нас сделана из доски 50 на 100. Обвязку мы выставили по диагоналям. Кстати, они у нас сошлись примерно миллиметрик в миллиметрик. Я думаю, что для теплички это будет вот так вот за глаза. Дальше собираем стены. Стены у нас из брусочков 50 на 50, которые мы сами напиливали из обрезной доски. Вот здесь мы пошли на принцип и не стали покупать бруски. Во-первых, они довольно-таки дорогие. А во-вторых, они все там кривые и косые. Тогда, когда мы точно сделаем ровно. Почему? Да потому что, ребята, я просто офигел. Мы приехали с Юлией в зеленый магазин. И там брусочки 50 на 50 трехметровые стоят 300 рублей за штуку. Ребята, это дорого. Это дорого не потому, что это дорого. Это дорого, потому что это просто нечестно. Не могут бруски столько стоить. У нас по проекту 26 штук. Нам нужно было взять с запасом 30. 30 брусков, это 900, это 9 тысяч рублей. Это же вообще кошмар какой-то. Поэтому на местном рынке мы купили обычную обрезную доску. Сами сейчас напилим. И это очень хорошо, потому что мало того, что мы сэкономили почти в два раза, почти даже в три, так мы еще сделаем ровные брусочки, а не такие вот, которые продаются в зеленом магазине. Теперь все, что касается крепления. По возможности мы, конечно же, будем все крепить на гвозди. На 90-е гвозди. Но там, где молотком не подлезешь, будем использовать оцинкованные саморезы. А еще мы будем использовать вот такие вот уголочки. Да, уголочки это не слишком симпатично, но зато это дешево, надежно и практично. Друзья, у нас по проекту, а мы работаем по проекту, шаг стоит каждый 60 сантиметров. Но на стройке приходится все-таки ориентироваться по ситуации. И ситуация такая, что лист поликарбоната, он трехметровый. И нужно обязательно, чтобы стык листов приходился на стойку. Поэтому шаг получился следующий. 60-60-60, 40-40-40. Ну все, со стенами мы закончили, уровнем проверили, и кажется, даже выглядит симпатично. Теперь переходим к самому сложному, к стропильной системе. Да, стропильная система для нас это всегда страшный сон, ибо запилы у нас получаются только с 30-го раза, и в этот раз не исключение. Не с первой попытки, но все-таки у нас получилось выпилить идеальный шаблон, и вот сейчас по нему мы все остальные стропилы также напилим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И в нашей каркасной теплице, конечно же, будут дверь и окошко. И вот сейчас мы ими займемся. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас нам нужно сделать, по идее, укосины. Если честно, друзья, я укосины совсем делать не хочу, потому что и так как бы достаточно крепкая конструкция получается, но мы все равно их сделаем на всякий пожарный, на всякий случай. По-хорошему, конечно, укосины сделать на всех стенах, да еще, чтобы каждая укосина перекрывала хотя бы несколько стоек. Но мы так делать не будем. Мы сделаем укосины только на двери и сделаем укосины только на коротких стенках. Зачем? Как я уже сказал, на всякий случай, на всякий пожарный. Потому что в любом случае наш парник будущий, он все равно обошьется поликарбонатом. Поликарбонат, конечно же, это не жесткий плитный материал, естественно, это не фанера, не ОСП, но тем не менее, хоть что-то, но какую-то жесткость он все равно придаст. Ну и, как я сказал, блин, если он развалится, все равно вы узнаете об этом первыми. Ну все, с каркасом мы закончили, и пришло время заняться поликарбонатом. Поликарбонат у нас толщиной 6 мм. Покупали мы его прямо непосредственно перед майскими праздниками, и к этому моменту 4 мм все дачники уже разобрали. Да, а мы хотели купить поликарбонат 3 мм, но судя по отзывам, а покупали мы его в зеленом магазине, 3 мм поликарбонат, он не толще целлофана. Отзывы отвратительные, поэтому пусть будет лучше шестерка. Конечно. Честно говоря, друзья, изначально, когда я узнал то, что Юля хочет купить прозрачный поликарбонат, я расстроился. Я хотел купить коричневый поликарбонат, чтобы он подходил в цвет нашего участка. Если вы заметили, у нас тут много всего коричневого. Но Юлька сказала то, что, блин, знаешь что, из коричневого поликарбоната ты себе навес для машины сделай, а в коричневом поликарбонате ничего у меня не вырастет. Я погуглил, и как выяснилось, блин, Юля права. Есть такая тема, которая называется светопропускная способность. Оказывается то, что в прозрачном поликарбонате, естественно, она в тысячу раз больше, нежели чем в цветном. Так что вот так будем делать прозрачный поликарбонат. Субтитры подогнал «Симон»! Сегодня мы будем делать грядки из поликарбоната. Друзья, я понятия не имею, хорошо это или плохо, потому что на Ютубе ничего подобного, ничего похожего нет. Я нашел несколько статей. В принципе, на форумах такие грядки хвалят. Поликарбонат не пропускает и не впитывает влагу, например, как дерево или фанера. Во-вторых, поликарбонат прозрачный, и через него можно посмотреть, насколько просохла земля. Ну и в-третьих, так как поликарбонат в грядке будет присыпан землей, это отличный разделитель от сорняков. Грядки у нас сделаны из брусочков 50 на 50, которые мы сами напилили из обрезной доски. Но, а что касается ширины проема, то мы уже ориентировались на ширину двери, чтобы можно было в парник абсолютно спокойно войти с ведром воды и при этом ни во что не врезаться и не споткнуться. Ну а сами грядки, как вы видите, получились довольно широкие, и в них можно сажать как в два ряда, так и в шахматном порядке. Ну и, конечно, все заметили то, что у нас высокие грядки. У высоких грядок есть свои минусы, но на самом деле плюсов больше. Первый плюс – это то, что можно делать любую почву, какая вам только нравится. Второй плюс – это то, что высокие грядки идеально подходят для капельного полива. У нас, кстати, именно такой и будет. И третье, и это самое главное – высокие грядки лучше прогреваются, а значит мы получим более ранний урожай. А еще у нас в теплице есть автоматический капельный полив. Кстати, у нас даже есть отдельное видео о том, как мы его делали из полипропиленовых труб и автоматики с Алиэкспресс. Так вот, сезон уже закончился, и единственное, что мы можем сказать про капельный полив – это просто бомба. Мы всем советуем, реально. Ну а теперь, друзья, давайте поговорим о косяках. А вместе с косяками я еще буду параллельно готовить плов. Казан, баран, курдюк, желтая морковка – сегодня плов будет по фэншую. Я думаю, что все вы уже догадались, какую большую ошибку мы совершили, делая нашу каркасную теплицу. Вот сейчас вот поставьте на паузу и напишите. А я пойду топить. Топить – горе в вине. Шутка, я буду топить курдюк. Правильно! Наша самая главная ошибка – это то, что мы перевернули лист поликарбоната. Волокна поликарбоната должны быть вертикальные, а у нас горизонтальные. Теперь между вот этих сотами у нас остается вода. Вода со временем будет плесневеть, вода со временем будет зеленеть. И это, конечно, полная беда. Косяк? Конечно же, косяк. Но! Вы знаете, как орут бараны? Нет, неправильно. Бараны орут вот так. Я пересмотрел, наверное, десяток видео, посвященные вот таким вот теплицам. Там все сделали правильно, но никто не озвучил вот эту фишку. То, что соты должны быть именно вот в таком направлении. Именно вот так нужно делать поликарбонат. Блин, зачем вы выкладываете видео на YouTube, если вы не хотите помочь людям? А мы, друзья, хотим. Вот так вот делать ни в коем случае нельзя. Если бы кто-то об этом сказал пораньше, мы бы тоже так не накосячили. Хотя, с другой стороны, я бы все равно накосячил. Конечно, надо посолить, добавить барбарис, добавить перец и добавить зиру. Ну, какой плов без зиры, понятия не имею. Я вам честно скажу, листы поликарбоната не квадратные, они прямоугольные. И если бы мы делали все правильно, тогда бы у нас была бы огромная куча обрезков, тогда бы мне пришлось бы за эту тепличку переплатить раза в полтора. Поэтому у меня даже в мыслях не было как-то перевернуть лист поликарбоната. Накосячил? Согласен. Сэкономил? Согласил. Зажопил? Да, скорее всего, правильно, зажопил. Но, ребята, если бы мы сделали вот так, нашу тепличку было бы реально проще купить. Несмотря на то, что эти теплички стоят просто космических каких-то денег. Особенно в майские праздники, особенно в сезон, когда мы это делали. Ааа! Что ты делаешь? В плов ни в коем случае нельзя перемешивать. Блин, ребята, всегда меня удивляли такие комментарии. Ну как не перемешивать? Ну что, прям в казане его, что ли, завтра везти домой? Сейчас по контейнерам разложим и будем всю неделю точить на работе. Нам, друзья, наша тепличка обошлась в 18900. Это включая все мелочи, вплоть до саморезов и щебня. Дорого? Конечно, блин, дорого. Это очень дорого. Но это фигня по сравнению с тем, что творилось на рынке в майские праздники, в сезон. Такие теплички 2х4 метра стоили 25, 30, 35 и даже 40 тысяч рублей. Плюс доставка, плюс сборка, плюс фундамент. Кстати, они все продаются без фундамента, а сборка может доходить аж до половины стоимости теплицы. Поэтому да, дорого. Сэкономили? Да, конечно, сэкономили. Вот как-то так. Все, друзья, спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, видео вам понравилось, а мы с вами прощаемся. Дачный сезон закончился, закончилось лето 2021. На дачу мы теперь будем ездить часто, но не так, как летом. Поэтому обязательно проверьте, стоит ли у вас колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну и на всякий случай подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, аккаунт в Инстаграм. Может быть, там будет что-то интересное. Там точно будет что-то интересное. Ну тогда тем более. Всем пока. Пока всем. Субтитры сделал DimaTorzok